Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе, а также Рутубе. Вот некоторые темы этого выпуска. Врачи нашего региона намеренно отстаивают свои права за сохранение социальных гарантий и льгот за работу во вредных условиях. Медики призывают власти не допустить сокращения льготных отпусков. Родственники боятся, что виновник трагедии получит условный срок, как развивается дело о гибели фельдшера на региональной трассе. Любители футбола лишились спортивного зала в ДК «Моторостроителей». Расскажем почему. Но в начале 8 лет и 1 месяц колонии строгого режима и штраф в размере 2 миллионов рублей. Бывший заместитель министра строительства и ЖКХ «Край» Андрей Голубцов сегодня заслушал приговор Центрального районного суда. Экс-чиновник взят под стражу в зале. Суд признал Голубцова виновным в получении взятки в особо крупном размере. Следствие установило, что в 2016-2019 годах чиновник получил почти 2,5 миллиона рублей и гарантировал одной компании контракт на поставку семи неликвидных квартир в Бийском районе. Позже это жилье предназначалось детям-сиротам. Кроме того, нарушая конкурс, он обеспечивал заключение контрактов на ремонт объектов теплоснабжения в Зминогорске. По информации Краевого следкома, в ходе расследования Голубцов не признавал свою вину и оказывал сопротивление следствию давлением на свидетелей. Однако правоохранители собрали достаточную доказательную базу и суд встал на сторону обвинения. Алтайские медики призывают власти и Минздрав края не допустить сокращения льготных отпусков. Анестезиологи, реаниматологи, хирурги и другие специалисты нашего региона направили коллективное обращение против уменьшения социальных гарантий и льгот за работу во вредных условиях. Документ подписало почти семь сотен сотрудников медучреждений, которые ждут четких разъяснений от ответственных. Тему продолжит Елена Макаренко. Естай Калиев, анестезиолог Краевой клинической больницы. Молодой специалист, один из семи сотен медиков, который подписал коллективное обращение к губернатору края против сокращения льготных отпусков. И один из тех, кто не подписал ДОП-соклашение к трудовому договору, по которому отдых за работу во вредных условиях с нового года может сократиться сразу в три раза. С 21 дня до 7. Для меня возмутительно снижение социальных гарантий и льгот для медработников в Алтайском крае. Я не вижу смысла, если меня уволят в Краевой клинической больнице, оставаться в этом регионе. И такие настроения сегодня царят во многих медучреждениях региона. Поводом для возмущения послужило письмо, которое региональный Минздрав разослал еще в августе этого года. Суть его сводится к следующему. Расходы на компенсацию за работу во вредных условиях в размере сверх минимальных, то есть больше семи дней, признаются нецелевым расходованием средств ОМС. Не совсем справедливо. С одной стороны, государство говорит, что надо увеличивать количество врачей, как-то пытается это сделать, а с другой стороны, сами действия, наоборот, отталкивает людей от этого. У меня два человека уволились, уволились из отделения, перешли работать в коммерческие структуры, тоже медицинские. Получают примерно столько же, если не больше, но гораздо проще им это обходится. В своем письме ведомство ссылается на постановление арбитражного суда Западно-Сибирского округа. В декабре прошлого года территориальный фонд обязательного медстрахования выиграл суд в споре с Калманской ЦРБ. Было установлено, отпуск, превышающий 7 дней, не может быть оплачен из фонда оплаты труда по линии ТФОМС. После коллективного обращения алтайских медиков к губернатору, ситуацию прокомментировал министр здравоохранения края. По словам Дмитрия Попова, судебное решение действует только в отношении к Калманской ЦРБ и на другие больницы не распространяется. Это хитросплетение нашего трудового законодательства, которое длится с 1974 года, когда еще решением ВЦСПС было принято, вот эти отдельные, скажем так, условия труда, которые требуют дополнительного отпуска. Ну и в зависимости от этих условий были установлены эти самые добавки. В последующем законодательство трудовое менялось и поменялись и требования, но вот эта вот старая нормативная база и современные условия, они взошли в некий конфликт. Конфликт разгорается и в медицинском сообществе. Если новые условия оплаты касаются только Калманской ЦРБ, зачем тогда письмо разослали по всем подведомственным Минздравоорганизациям? Недоумевают врачи. Профсоюз работников здравоохранения активно поддерживает медиков в отстаивании их социальных гарантий и подчеркивает, проблема с оплатой до подпусков назревает давно. В 2019 году уже фонд обязательного медицинского страхования заявляет, да, мы готовы оплачивать, но только минимум, потому что денежек особо нет. И семь дней мы, конечно, оплатим, а все, что сверху семи дней, ну то, что установлено трудовым кодексом, пожалуйста, из платных услуг. Наши медицинские организации не имеют такого количества денег за платные услуги, чтобы полмиллиарда в год отдать за дополнительные отпуска. Профсоюз выдвинул требования Минздраву прописать в региональном отраслевом соглашении четкие нормы о том, каким специалистам и за какую работу нельзя сокращать до подпуска. Мы же не в изолированном обществе живем. То есть у нас есть коллеги, друзья, соратники и по другим регионам. И там совсем не так. То есть там этого вопроса не стоит. Тогда вопрос, мы в одной стране живем или мы в разных странах живем. Алтайские врачи говорят, что работают не меньше, чем их коллеги из других регионов. К примеру, все без исключения анестезиологи кардиоцентра трудятся минимум на полторы ставки. По психологической нагрузке их приравнивают к профессии летчиков-испытателей. Ну иногда бывает, получается, в сутки человек работает и на следующий день остается. Тоже в день. То есть еще плюс 8 часов. 24 часа он отработал, плюс еще 8 на следующий день. 32 часа. Ну получается, да. Сокращение отпуска приведет к быстрому профессиональному выгоранию, говорят врачи. А еще для многих может стать последней каплей в решении покинуть родной край, в котором уже сегодня тотально не хватает медиков. Конечно, это будет крайняя мера. Этого, конечно, не хотелось. Здесь уже все обжито. Здесь родители, здесь профессия, здесь должность, здесь знакомство и все остальное. Но вынуждает мне, вынуждает ситуацию. Елена Макаренко, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком. Родственники фельдшера, который погиб, оказывая медицинскую помощь, боятся, что виновник аварии получит условный срок. Речь идет о трагедии, которая произошла в октябре прошлого года на трассе Барнаул-Новосибирск. Ирина Корчагина встретилась с семьей погибшей. Ой, видишь, как красивая. На душе легко стало, съездили на родину. Перед самой смертью она успела побывать на малой родине, в Усть-Пристонском районе. Валентина Катенева – тот самый фельдшер, которого сбили на трассе Барнаул-Новосибирск в октябре прошлого года. В тот день бригада приехала на помощь пострадавшим в ДТП. Валентина пошла к разбитой машине. В этот момент фельдшера сбила машина, которая, по словам очевидцев, вылетела на высокой скорости. Татьяна – лидер, сестра погибшей. В каком-то смысле женщина потеряла часть себя, ведь сестры были близнецами. Обе 45 лет в медицине. Татьяна тоже работает на станции скорой помощи. Она вышла не в свою смену как раз, ну, на подработку, потому что надо по двое же работать. А там она вышла, это даже не ее смена была. Ну, потому что у нас так принято помочь коллеге. Или она одна. Еще всегда, там каждый день автодорожки случаются большие. Ну, вдруг автодорожка какая или что-то. Она говорит, сейчас отработаю, приеду к вам на три дня. И она приехала действительно. Вот на три дня, на третий день мы ее похоронили. Новоалтайский городской суд – это уже 14-е заседание по делу. Девушка, которая была за рулем, утверждает, что ничего не помнит. По ее словам, ехала она медленно, что вызывает сомнения у остальных участников процесса. На само заседание наша съемочная группа попасть не смогла. Обвиняемая сторона была против присутствия СМИ. На следующей неделе Новоалтайский городской суд может вынести приговор. Мы будем настаивать на стройном наказании, на лишении свободы. Потому что таким нет места на дорогах водителям. Это был последний ее вечер. Валентина делала заготовки. В свои 66 она была полна энергии, говорят родственники. До пенсии оставалось всего два месяца. Но до заслуженного отдыха женщина так и не дожила. Фельдшера посмертно наградили медалью за честь и мужество. Вы знаете, если заехать в озерки в любой день, в любой дом, вам скажут, потому что ее там просто обожали. Даже когда скорая дежурит, звонят и говорят, а кто сегодня на дежурстве, если к оттенем, все, она по всем. Ее будут вызывать, вызывать, потому что ей доверие было огромное. 45 лет мы прожили с Валентиной. Я свою жизнь и сейчас не понимаю в ее отсутствии. Я привык что-то помогать сюда. Если я дома, значит, я ее куда-то повез, куда-то свозил. Где-то ее позвали. Ну, вот этот год уже прошел. Я просто смысл жизни по большому счету потерял. Есть дети, есть внуки, есть родня, есть все, но нет ее. Младшей внучке до сих пор не говорят, что на самом деле произошло в тот роковой день. По версии пятилетнего ребенка, бабушка стала ангелом и улетела на небо. Поверить в то, что случилось, до сих пор не могут и взрослые. Теперь о семейных посиделках будут напоминать только эти видео. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Уголовное дело о травмировании девочки в веревочном парке Новоалтайска направлено в суд. Владельца парка обвиняют в оказании услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья. Сообщают в прокуратуре города. Инцидент произошел в июне этого года в веревочном парке Новоалтайска. Девочка проходила этап трассы и запуталась в снаряжении так, что ее шею сжали страховочные тросы. Если бы не прохожие, случилась бы трагедия. Позже следователи края установили, что аттракцион предприниматель сделал сам, а инструктор и не обучил правилам безопасного прохождения трассы и не объяснил алгоритм действий в экстренных ситуациях. Поэтому девочку спасли прохожие, а не инструктор. Сегодня краевые депутаты приняли закон о контроле работы аттракционов. С нового года краевая инспекция под надзору за техническим состоянием самоходных машин будет отвечать за состояние и эксплуатацию аттракционов. Какие еще важные решения принимали парламентарии, расскажет Дмитрий Дроздов. Детские аттракционы наконец попали в правовое поле. С 1 января 2023 года за безопасность веревочных парков, каруселей и батутов отвечать будет инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин. Ее специалисты будут проверять исправность конструкции и, если нужно, выписывать предписание. Такое решение сегодня приняли краевые депутаты в опережении федеральных коллег. Мы все помним те события, которые произошли в городе Барнауле. К сожалению, некоторые события повлекли травмы среди детей. Мы приняли решение не ждать, пока на федеральном уровне будет четко определено предмет контроля и надзора и, соответственно, субъекты, которые этот контроль осуществляют, а сразу же свой региональный закон принять. Еще одно решение коснулось оборота сельхозземель. Теперь земля для сельхоздеятельности будет выдаваться без торгов, а размеры участков будет определять регион. Максимальный размер мы устанавливаем 25 гектар и минимальный размер 2,6 гектара. А еще алтайские парламентарии вновь приняли участие в акции «Желание под елкой». В этом году депутаты исполняют мечты 70 детей. У меня две семьи в городе Рубцовске. Я обязательно до Нового года доеду и вручу. Одной семье спортивные принадлежности, второй – акустическая колонка. Каждый ребенок в канун Нового года мечтает о том самом желанном подарке – о машинке, кукле. У кого-то это коньки. Но не у всех семей есть возможность исполнить мечту ребенка. И вот с помощью данной акции мы уже шестой год исполняем мечты ребенка. Конструкторы, мягкие игрушки, наборы для творчества, гитара и многое другое, чтобы мечта каждого ребенка в Новый год обязательно сбылась. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. А далее о громком судебном процессе, который длится уже почти пять лет. В Барнауле сегодня прошло заседание по делу об издевательстве в детском саду «Хэппи Бэби». Почему в этом вопросе до сих пор не поставлена точка? Передаю слово Ирине Корчагиной. В Алтайском краевом суде только что завершилось заседание по элитному детскому саду «Хэппи Бэби». Напомним, это заведение стало известно на всю страну после того, как вскрылось, что в детском саду издеваются над детьми. Камеры видеонаблюдения зафиксировали более 300 эпизодов издевательства. Интересный факт. Недавно Ютуб вынес нашему телеканалу предупреждение, так как в наших сюжетах как раз были продемонстрированы эти издевательства, как воспитатели пинают детей в живот, швыряют, закрывают в темных помещениях, накрывают подушками. То есть алгоритмы Ютуба определили, что это жестокое обращение с детьми. Получается, Ютуб видит издевательства над детьми, а родителям пострадавших детей приходится доказывать это на протяжении пяти лет в разных судах. В декабре прошлого года Центральный районный суд Барнаула огласил приговор воспитателям. Вместо реального срока подсудимые получили условное. Апелляция в Краевом суде оставила приговор почти без изменений. Тогда родители отправились в другой регион, в суд касационной инстанции. И лишь в Кемерове в начале ноября касационный суд вернул приговор в апелляцию на новое рассмотрение другим составом суда. На сегодняшнем заседании не прозвучала результивная часть, так как дело объемное и на его рассмотрение понадобится ни одно заседание. Так что где наши подсудимые встретят Новый год, пока еще большой вопрос. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, День с толком. Уже практически две недели в Барнауле, да и в целом в стране действуют новые повышенные тарифы на коммунальные услуги. Напомним, в большинстве муниципалитетов Алтайского края общий размер повышения с 1 декабря составил чуть более 10%. А вот в двух крупных городах цифра в платежной квитанции выросла куда более существенно. В Бийске на 11,5%, в Барнауле на 14,7%. В Крайвом управлении по тарифам заверили, что для жителей этих городов предусмотрены компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ. Предел роста платы граждан, свыше которого будут осуществляться компенсации в соответствии с требованиями законодательства, установлен для Барнаула на уровне 14,7%. Сумма превышения компенсируется всем жителям из бюджета. Как сообщает сайт Барнаульской мэрии, в этом году на компенсации с бюджета города было заложено около 4,5 миллионов рублей. А вот в следующем году в 8 раз больше, почти 32 миллиона. За оформлением и получением компенсации нужно обратиться в Комитет по социальной поддержке населения Барнаула или в МФЦ. Также заявку на предоставление услуги можно подать в электронном виде на портале «Электронный Барнаул». Адрес портала сейчас на экране. Посреди зимы оказались на улице. Любители футбола в Барнауле лишились спортивного зала в ДК моторостроителей. Причина – отключили отопление. Почему, пытался выяснить Дмитрий Дроздов. Пытались отпилить, чтобы слить хотя бы воду, но ничего не получилось. Вода уже перемерзла. Отопление отключили в ноябре. Грянули морозы, вода в трубах замерзла. Они и лопнули. Елена Эльберг 4 года работает управляющей спортивным залом ДК моторостроителей. И такого не припомнит. Говорит, авария случилась в подвале. Но устранить ее она не может. Меня не пускают туда. Я пыталась подключить. То есть в подвал, непосредственно оттуда, куда поступает тепло. Естественно, попыталась, что я могу нанять бригаду, которые могут устранить неполадку, на что мне было отказано. Так пусто в спортивном зале ДК моторостроителей. Многие годы никогда не было. Несмотря на несовременное состояние, здесь на месяцы вперед были расписаны тренировки для многих спортивных школ. «Динамо», «Алтай», «Полимер» и других. Они гоняли мячи с утра и до вечера. После сюда приходили любители. Но если взрослые дяди играли для души, для спортсменов, эта площадка была рабочей. «Просто взяли и выбросили на улицу. А хотя все говорят, все лучшее детям. А тем более в наши зимние условия, и в Барнауле у нас не хватает в спортивных залах. И этот зал, можно сказать, потеряли». «Вообще это возмутительно, что 300 детей остались, по сути, без спортивного зала зимой. Какое-то время занимались холодным помещением, потом были вынуждены что-то там искать, решать. И вот у нас, например, сейчас число тренировок сократилось». Потеря даже такого спортивного зала – большая проблема для футбола, особенно в зимнее время, когда вариантов и так немного. И в других залах свободные часы найти трудно, либо детям приходится заниматься в 10 часов вечера. Да и оплата выше, чем здесь. Сейчас управляющая задумывается о том, чтобы провести отдельное отопление и не зависеть от собственника здания. «Я подала заявки на отдельное подключение, но это займет очень много времени». «При подготовке материала мы связывали с представителем Антона Переверзева. Он является собственником ДК «Моторостроителей». Обещал даже встретиться с нами, но потом почему-то начал тянуть время. Но в телефонном разговоре, хоть и коротком, он отметил, что проблема с отоплением в этом спортивном зале – это не главное. Беда с полом, стенами и потолком. Что будет со зданием, которому еще в этом виде зимовать, пока не ясно. Но мы продолжим следить за развитием этой ситуации. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов, Александр Андропов. День с толком. А на этом у меня все. Напомню, телефон нашей редакции – 205-545. Смотрите нас не только по телевизору, но и в социальных сетях, а также на YouTube и YouTube-канале. Через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok